привет ребята привет камрады я сегодня хочу вас попросить подписаться обязательно группа разведенки с прицепом нет в к это группа которая была создана нашими камрадами исключительно на энтузиазме здесь нету левой платной рекламы здесь нету левых платных постов эта группа исключительно только для мужчин о тех женщинах которые не хотят не желают и не умеют сохранять свои семьи здесь вы найдете кучу просветительного юмористического познавательного контента ребят также у них есть еще и свой сайт на просторах интернет сайт называется rsp.ru также вас там будут рады видеть переходите подписывайтесь и наслаждайтесь проведением там своего времени все ребят крепкого вам здоровья а теперь переходим к видео ребят сегодня хочу такую тему вновь затронут как rsp это разведенная женщина с прицепом да об этом много пишет об этом много говорят об этом кучу видеоматериал в том числе куча статей сайтов в том числе группа rsp нет но я считаю нужным и правильным внести свой посильный вклад в эту тему просвещение мужчин чтобы мужчина начал задумываться на мужчину очень легко ведутся на такие женские манипуляции как чужих детей не бывает как к отец не тот кто воспитал а тот кто вы не тот кто зачал тот кто воспитал ребят мы сами женщины эту тему не ведутся вот буквально вчера у меня был разговор один с одной из так скажем представителей женского пола она мне прям заявил говорит мне говорит мужчина с детьми не нужен я горит не люблю чужих детей говорит мне даже не нужен мужчина алименчик на вопрос мой а при чем здесь алимент это ребенок не с ним живет живи с ним наслаждайся жизнью на отвечает ну как так 25 процентов нашего дохода общего будет уходить куда-то на сторону то есть она уже доход мужчины считает наш общим дату семейным все ты же это никуда не денешься они в этом плане очень прагматичную очень циничны очень меркантинные ну это по своей сути по своей природе они такие но нам мужчинам они пытаются навязать вот эту вот тему что чужих детей не бывает на что отец не тот кто зачал тот кто воспитал и тому подобные вещи да и при этом все закрепляя что настоящий мужик настоящий мужчина это не помеха настоящий настоящий все мы хотим быть настоящими они как они объясняют что вой футу тряпка да ты не настоящий и начинается 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 второй фактор да сейчас будет очень интересно я вам расскажу про свое так скажем да как моя жена стала рсп значит мы очень много с ней начали ругаться спорить выяснять отношения и пришли к такому выводу что мы его нафиг такую жизнь нужно расходиться у нас была маленькая дочь буквально ей там тогда сколько было два года развелись и развелись ладно не буду там где подробности сам смысл нашла на себе значит ухажера да там мужчину начали они там вместе жить строить совместный бюджет каким-то образом да там и тому подобное и здесь я для себя а понял насколько я ему благодарен вот я вам просто говорю спасибо вова вова если ты будешь видеть этот ролик эти говорю спасибо друг почему ты на настолько облегчил мне мою жизнь ты не представляешь мне уже не надо постоянно задумываться как ребенка накормить как его одеть как его обуть как его собрать в садик в этом году уже в школу потому что это все сделаешь ты потому что ты ходишь и и развлекаешь выгуливаешь возишь ее на моря в турции в египте на ты покупаешь эти самые пресловутые сандалики сладкую вату все это делаешь я просто живу и наслаждаюсь жизнью я жил с одной девушкой потом встречался сразу одновременно с тремя девушками потом ушел в отношения с третьей потом с ней расстался там 4 и я просто наслаждаюсь я там чупокоюсь тут чупокоюсь тут наслаждаюсь жизнью там встречаюсь друзьями у меня нету дома засанных каких-то там памперсов у меня нету никакой головной боли ничего такого вообще я тебе говорю дружище спасибо но ты для нее дядя вова а я для нее папа и когда я приезжаю к своей дочери так она конечно же кричит бежит ко мне с распростертыми объятиями ко мне на шею папа папа меня целует в это время ты сидишь ровно ровно на жопе так на диванчике там до сидишь и просто молчишь потому что папа это я как бы ты не делал чтобы ты не никакие усилий ты не прикладывал я для нее отец я сейчас говорю не просто обращаясь к нему но я сейчас показываю вот этим вот самым как вам другие мужчины могут относиться когда вы взяли разведенную женщину с ребенком да с прицепом их не боюсь этого слова когда мне говорят некоторые что ну вот ты же своего ребенка тоже прицепом называешь да для нее для него он прицеп этот мой ребенок он взял женщину и еще помимо того что он должен вкладываться каким-то образом в женщину в их общей так скажем тогда семью там пускай даже не расписанный но все равно же как бы вроде семья вот еще и прицепик такой хоп еще сюда нужно загружать еще его нужно тащить тянуть вот оно так на самом деле есть когда ребенок вырастет он будет прекрасно знать что я его отец ребенок будет прекрасно знать что вот есть дядя вова там ладно пускай будет дядя миша дядя саша дядя паша а вот есть папа вот есть родной человек да многие разведенные женщины пытаются ребенка переубедить и у меня есть видео я рассказывал историю как я связался на для личного пути с рсп и она мне прямо ребенку в лоб и мне прямо такая заявляла ребенку что вот я типа это папа но кому от этого будет лучше да вы к потешите свое самолюбие типа ну все я отец ребенка мне отец называет отцом а там козел который пил бил гулял изменял и еще там деньги воровал и так далее но когда я опять-таки со своего опыта скажу когда я начинаю разговаривать с мужчиной картина зачастую бывает совсем иная вообще другая то есть там оказывается не так то уже все и страшно было оказывается она пилила я повышал на него голос на требовала каких-то вещей которые совершенно не нужны примеру он прекрасно знает что нужно сделать ремонт в квартире она говорит что ей нужно на море отдохнуть ну как же фоточки instagram сделал там еще какие-то вещи да либо у них есть автомобиль на семью она требует чтобы он залезть кредит еще ей взял автомобиль ведь у подружки у ее машки есть автомобиль а у нее нету и тому подобные вещи она конечно же когда в момент вы только повстречаетесь вы только увидитесь кстати я вам сейчас расскажу такую опять-таки со своего личного опыта когда она начала искать себе очередного оленя типа этого вовы она мне приводила ребенка надо мне звонил и говорила даниил побудь пожалуйста с соней вот я у тебя я ставлю ночевать мне нужно сходить там туда то туда то там встретиться причем она сразу прямо говорила что у нее там свидание назначено она прошла через 10 свиданий там наверное прежде чем нашла вот этого вот вову и я уверен что она на первых этих свиданиях ничего не говорила о наличии ребенка а если говорила то как-то так аккуратненько и тем самым показывая что ну вот я свободная женщина видишь у меня хоть и есть ребенок но я могу позволить себе там куда-то вечером выйти пойти там на ночь где-то остаться там провести время потусоваться и тому подобные вещи но это еще не все смотрите своей дочери имя придумал я я решил ее назвать софия у моей дочери моя фамилия да 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 она потом выйдет замуж сменит фамилию но все же у нее мое отчество и навсегда у нее мои гены у нее моя кровь у нее мои родители бабушка и дедушка и мои родители могут в любой момент приехать и зайти в дом и сказать что внученька привет вот тебе гостиница вот тебе кукол кого тебе еще что-то а ты будешь сидеть ровно будешь сидеть ровно на жопе мы можем собраться всей большой семьей я мои родители то есть бабушка с дедушкой брат сестра то есть дядя тетя крестные завалиться в дом а а если ты еще и в свой дом привел и просто завалиться в дом и сказать что мамы к своей там внучки дочки племянницы крестницы и все это будешь сидеть ровно на жопе но в любом случае братан да такие как ты я считаю что нужны спасибо тебе владимир за то что ты облегчил мне жизнь папа то я для нее все ребят я надеюсь что вы взяли какой-то определенный урок что-то для себя вынесли так скажем вот это вот каста небольшого вот это вот рассказа да и сделайте правильные выводы в любом случае желаю вам крепкого здоровья берегите себя своих родных и близких ведь вполне вероятно что у вашего родного человека кроме вас больше никого нету все парни пока